всем привет сегодня у нас на обзорчике вот такой прицельчик он пришел у нас алиэкспресса это но тут написано минок значит есть и скажем сравнить теми ногтам который я брал когда там лет пять назад наверно вот это вот мой минок а вот это вот только что человек получил разница колечки он взял такие же это таль также с быстросъемными вертлюжками он там подпружиненные то есть очень удобно из разницы у меня уже стоят такие вот желтые флипы а изначально тут стояла такая вот резиновая вот это вот шпоковка как и здесь но в данном случае в данном случае вот этот вот прицельчик за него человек отдал что-то в районе 6 500 здесь у нас кратность это загонник здесь кратность 1 и 2 до 6 и 24 выходная линза значит диаметр трубы здесь 30 ну вот здесь у него идет колечко от стройки значит диаметр и тут как говорится просто вот это у нас идет такая прорезиненная довольно тугая она у меня даже спустя лет тоже такая довольно тугая вот эта часть которая делает именно на кратности меняется 1 и 2 до до 6 значит что еще скажем на моем на моем здесь ну первое отличие первое отличие это на моем другая сетка то есть у меня стоит сеточка бдк на вот этом прицельчике сеточка стоит если я не ошибаюсь но тут я не знаю как она правильно называется это милдот у нас идут точки а здесь идут довольно удобные тоже такие полосочки то есть довольно таки интересненький и разница что он идет еще с подсветочкой то есть у него здесь идет сколько степеней подсветки 6 степеней у него идет подсветки но по циферкам а так получается еще промежуточное значение то есть получается 12 12 степеней у него подсветочки такая довольно таки классная что в этом прицельчике скажем так из плюсов что мне понравилось это у него довольно таки классный ай релик у него значит так называемый туннельный эффект но минимальный вообще минимальный довольно таки чистые стекла хороший обзор значит вот здесь вот здесь у него светлое светлое кольцо поджимки линзы на которой написано минок вид 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 злар джемини хай простите за мой сломаный английский где и нити он если нишу наверно какой-нибудь не знаю то есть вот такая ерундистика написано да но вот на моем миноксе написано то же самое которое покупал 5 лет назад значит сравнить я все время думал вот этот номер который вот тут написано а сэмблэт ин юисей опять же повторюсь спросите за мой сломаный английский идет номер вот такой сколько тут циферок раз два три 4 5 6 7 8 циферок здесь идет тоже самое а сэмблэт ин юисей раз два три 4 5 6 7 8 циферек то есть за пять лет за пять лет продажи были настолько велики что циферки остались в том же месте значит на старом номер так сейчас скажу тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре на новом тринадцать миллионов триста пятьдесят одна тысяча триста сорок девять то есть взять по номиналу за пять лет разница по номерам ушла здесь 16 16 это будет что у нас триста пятьдесят один шестнадцать и сорок девять это что получается 15 50 65 за пять лет вот этот номер изменился всего на шестьдесят пять прицелов то есть я могу предположить что этот номер это чистая чистой воды декорации вот я могу так предположить но все равно приятно когда у тебя тут что-то написано внизу и номерочек как бы такое прикольненько дальше на моем прицеле чтобы поменять скажем так сделать нести какие-то поправочки у меня был вот такой колпачок и вот тут вот такие вот интересные значит крутилочки на новом прицельчике на новом прицельчике здесь есть во-первых такое как называется zero stop да то есть что это такое вот эти колпачки интересные вот они вот получается зафиксированы чтобы мне их поменять мне нужно вытянуть его довольно таки щетки щелчок и у нас идет довольно таки тугие внятные щелчки можно сказать ну чуть-чуть как бы размазаны чуть-чуть но довольно таки уверенные щелочки все хорошо что тут еще из плюсов вот этот zero stop когда мы пристреляем сейчас поставим его на карабин кстати стоять он будет на вепр 308 на вот этой вот зенитки мы его значит приведем к нормальному бою потом мы раскрутим вот этот винтик снимем колпачок совместим точечку с нулем поставим обратно и закрутим у нас будет вот эта тема называется zero stop то есть если потом нам какие-то надо будет вводить поправки нам не надо будет помнить сколько мы сделали щелчков подняли тык-тык-тык-тык сделали щелчки опустили скажем постреляли и мы видим скажем что у нас идет скажем тут не 0 а единичка или там один это да то есть тогда можно привести нормального боя что еще и заметил смотрите какая разница в длине но хотя это может быть да не может быть а точно наверное это из-за может колпачков как бы такая разница сейчас сниму да они идентичные по длине полностью что касаемо веса производитель всегда нам пишет вес прицела но никто нам не говорит что вес прицела это идет просто скажем так без трусов да как я говорю то есть мы же на него вес прицела можно увеличиваем как мы ставим колечки кто-то ставит дюралевый да скажем на вепр 308 ну я думаю что металлические кольца тем более для такого прицела хотя вы знаете этот прицел не тяжелый у него заявлено по моему 420 грамм ну давайте давайте вот сейчас его как-то как-то вот я сейчас вот эти вот резинки одену чтобы мне было за что зацепиться вот и 1 сейчас моим моим безменщиком сейчас зацепим вот так вот за дужку и вот так вот мы его померяем сколько он будет реально весит вместе с металлическими кольцами и вот пожалуйста здесь вес как бы 685 грамм то есть как бы ни много ни мало ну как бы вес присутствует да что касаемо длины что касаемо длины я уже как бы понял что такие моменты лучше мерить и взвешивать все самому нежели верить этим характеристикам ровно 25 сантиметров 250 миллиметров или 20 сантиметров так кому как будет понятно ну в общем то вот такой прицельчик но мне нравится как он будет держать или не будет держать но в дальнейшем обязательно будет видео обзор на которое мы его испытаем вепп сделает но хотя бы выстрелов 200 там может быть 300 он сделает и мы тогда уже можем уже смело рекомендовать будет он держать или нет если скажем мой вот этот минок который я купил 5 лет назад он уже выдержал порядком уже выстрелов и как бы я могу его рекомендовать но как бы человек захотел такой же грубо говоря минок только захотел в подсветочкой но соответственно другая сеточка у нас появилась как бы в декаспорт нет В общем-то, вот такой вот новенький, прикольненький у меня тут встреча. На этом я с вами прощаюсь, встретимся уже тогда после испытаний. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!